Добрый день! С вами Галай, и в этом видео я расскажу вам, как настроить любой из ныне существующих принтеров. Это видео поделено на три основных блока. В первом блоке я расскажу, как подключить принтер к компьютеру, во втором блоке, как этот принтер на компьютере настроить, и в третьем, как им пользоваться. Также в самом конце будет несколько комментариев на тему термопринтеров и, в принципе, особенности некоторых принтеров. Если вы хотите действительно досконально понять, как работают принтера и как они подключаются к компьютеру, и какие у них есть нюансы, тогда обязательно досматривайте это видео до конца. Подключение принтер к компьютеру. Всего существует три основных метода того, как мы можем этот принтер подключить. Первый и самый простой – это через USB кабель. Он же кабель принтера, он же кабель USB-B. Это самый простой метод и подходящий, наверное, большинству людей. Единственный из недостатков – это то, что во время печати или сканирования компьютер всегда должен быть подключен к этому принтеру, и этот кабель все время существует, то есть они должны быть где-то достаточно рядом. Но если вы не совсем хорошо разбираетесь в этой теме, то, вероятнее всего, этот вариант именно для вас. Купить этот кабель можно в любом интернет-магазине, в любом физическом магазине. Просто пишите в гугле «кабель для принтера» или «кабель USB-B». Любой консультант или любой поисковик вас прекрасно поймет и продаст вам этот кабель за какие-нибудь 200-300 рублей. Второй способ – это подключение принтера к Wi-Fi. Тут есть некоторое разветвление с тем, что мы можем подключить наш принтер к нашей домашней сети Wi-Fi, или же в случае ее отсутствия или по каким-то причинам невозможности к ней подключения мы можем раздать Wi-Fi с принтера и подключить уже компьютер к нему. Есть, конечно, некоторая новость с тем, что далеко не все модели умеют работать в принципе с Wi-Fi, и даже те, которые умеют с ним работать, далеко не всегда умеют раздавать Wi-Fi. Но если вы уверены, что ваш принтер имеет эту функцию, почему бы ей не воспользоваться? Существует несколько методов подключения к Wi-Fi. Иногда принтера имеют на передней панели кнопку с изображением Wi-Fi, на которую необходимо нажать единожды или нажать и подождать, и тогда должно отобразиться меню подключения к сети. То есть выберите вашу сеть, введите ее пароль и все тому подобное. Если этой кнопки у вас на принтере нет, но вы уверены, что ваш принтер имеет функцию подключения к Wi-Fi, тогда нам нужно найти кнопку «Меню настроек». Оно точно так же существует абсолютно на каждом принтере. Нажав на эту кнопку, у нас должен отобразиться список по типу отчеты, конфигурации, сетевые настройки, информация о принтере, подобные списки. Или же, если у вас все на английском, это должен быть «Print Configuration», «Network Settings», «Informations about Printer». То есть, в принципе, все то же самое, только переведенное на английский. Здесь нас интересуют сетевые настройки и режим «Network Settings». Переходим в них и ищем пункт «Беспроводная сеть», «Настройки Wi-Fi» или что-то подобное. Переходим уже в них, и там всегда должно быть меню по типу «Подключиться к Wi-Fi» или «Настройки Wi-Fi сети», «Установка соединения». Это все для того, чтобы подключиться именно к вашей домашней Wi-Fi сети. Если вашей домашней Wi-Fi сети у вас нет, и по каким-то причинам вы хотите раздать Wi-Fi с принтера, то точно так же кнопка «Меню», «Сетевые настройки» или же «Network Settings», «Беспроводное подключение» или же «Wi-Fi сеть» и функция «Wi-Fi T-Rick», нажав на которую, ваш принтер должен спросить название сети, которое он будет раздавать, и задать ей пароль. Или иногда на самой кнопке Wi-Fi «Директ» активируется самая эта сеть, и просто пролистав в некоторое меню, мы можем найти название этой сети и установить ей пароль. Прошу обратить внимание на то, что если вы не знаете, где у вас находится кнопка «Прихода в меню», то ничего страшного, вы в принципе можете просто подряд тыкать на все существующие кнопки на принтере, с ними ничего не случится. То есть на нем практически невозможно нажать что-то такое, что бы испортило его работу. Если вы заблудились в каком-то меню по той причине, что вы нажали очень-очень много каких-то кнопок, и теперь у вас на мониторчике отображается что-то очень сраное, тогда просто выключите ваш принтер из розетки или через кнопку питания включите его обратно и повторите этот процесс поиска кнопки «Меню». Я уверен, у вас все получится. Ну и третий способ подключения принтера – это подключить его через кабель патч-корд, он же кабель Ethernet, к вашему домашнему роутеру. Соответственно, для этого нам потребуется кабель Ethernet, который также можно купить в абсолютно любом магазине, так или иначе связанном с электроникой. Найти ваш домашний роутер, и обычно достаточно просто подключить его в любой свободный порт. Если ваш принтер имеет разъем Ethernet, то обычно этого достаточно. В очень редких ситуациях по каким-то причинам функция работы через кабель Ethernet на принтерах по стандарту отключена. Для этого нам нужно подключить принтер этим кабелем, также найти кнопку настройки, перейти в сетевые настройки, вместо беспроводных сетей уже выбрать проводную сеть, пролистать куда-то вниз, и там должен быть пункт включения или отключения проводной сети. Соответственно, перевести ее в статус «Включено» и этого должно быть достаточно. Как проверить то, что ваш принтер корректно подключен к вашему роутеру, и проблем с подключением нет? Обычно на роутере, туда, куда вы вставляете этот кабель, и точно так же на самом принтере, именно в разъем, куда вы вставляете кабель, имеются две лампочки, зеленые и оранжевые. Если они светятся и одновременно с этим моргают, то значит все хорошо, подключение установилось, и на этом все это дело можно закончить. На этом первый блок о том, как подключить принтер к компьютеру, заканчивается, и мы переходим ко второму блоку, это настройка этого принтера. Первым делом, вне зависимости от того, как вы подключили ваш принтер, по Wi-Fi, через кабель USB или через кабель Ethernet, нам потребуется найти на него драйвера. Для этого мы просто выбиваем в губре модель вашего принтера, это может быть Canon MF645, и приписка драйвера. Также я говорю о том, где найти модель принтера, чтобы впоследствии настроить его на вашем компьютере. Стоит понимать то, что каждый принтер имеет уникальную особенность с тем, что модель всегда написана спереди на самом видном месте, абсолютно на каждом принтере. Как пример мой принтер, сверху на крышке мы можем найти компанию производителя, а именно Browser, и спереди над дисплеем мы можем найти уже конкретную модель принтера. Данная ситуация абсолютно идентична для каждой модели принтера, для всех существующих принтеров. Если по каким-то причинам вы не можете найти модели вашего принтера спереди на вашем принтере, вероятно, вы просто плохо смотрите. Пожалуйста, посмотрите еще раз. Я уверен, вы сможете это найти. У меня все на русском, но я думаю, угол все это определит. Все, обычно это самая первая ссылка на официальный сайт производителя. Соглашаемся от меня, куки. Переходим во вкладку драйвера. Иногда это показывается автоматически. Выбираем версию нашей операционной системы. И, опять-таки же, обычно это самый первый пункт и кнопочка скачать. У меня все это на другом языке, но у вас будет просто по-русски скачать. Нажимаем на эту кнопку, соглашаемся или отклоняем лицензионное соглашение, выбираем папку, куда все это сохранить, и готово. Некоторые модели принтеров имеют более замудренный веб-сайт и обширный список разных драйверов. И иногда можно запутаться, что нам нужно скачать. Так, к примеру, может быть, с принтерами от модели HP и впишем какую-нибудь такую модель, впишем ей приписку драйвер. К слову, если у вас не получается найти ничего отдельного с припиской на русском, драйвер, впишите все то же самое, но на английском. Также переходим по самой первой ссылке. Обычно у HP здесь мы можем увидеть обширный список разных драйверов. То есть это базовые драйверы, контроллеры, программное обеспечение. Старайтесь в таких пунктах найти либо самое первое, либо самое обширное. То есть, к примеру, это будет полный установочный пакет всех драйверов, и можно обратить внимание, что весит это дело всегда как минимум пару сотен мегабайт. То есть, если базовые драйвера это у нас 11 мегабайт, это у нас 9 мегабайт, это как и описание в духе того, что универсальный принтер-драйвер, старайтесь это не скачивать, старайтесь это скачивать только в самом крайнем случае, если вы не можете найти полноценные драйвера. Всегда ищите что-нибудь типа полный пакет драйверов, по той причине, что там будут драйвера и на сам принтер, и на сканер, и какие-нибудь дополнительные программы, которые позволяют с ним работать. В общем, это проще, удобнее и лучше. После того, как вы нашли подходящие драйвера и скачали их, достаточно просто запустить скачанный файл. Обычно, точнее зачастую, это сразу установщик драйверов, но в некоторых ситуациях, как к примеру с этим каноном, мы можем заметить то, что он ничего не запустил, а просто создал дополнительную папку. В таких случаях нам нужно перейти в эту папку, выбрать разрядность нашей системы. В 99% это x64. Попробуйте сначала x64, если у вас что-то не запустится, перейдите потом в x32. и, соответственно, файл setup.exe, либо просто setup. Выбираем yes, и готово. В таких меню зачастую есть выбор по типу автоматическая настройка или ручная. Честно говоря, я советую выбрать пункт ручная настройка, по той причине, что в пункте ручная настройка все, что спросит сам установщик драйвера, это то, как вы подключили принтер, что вы обычно знаете. То есть, вы его подключили по USB, вы его подключили по Wi-Fi, или вы его подключили кабелем к роуту. Это все. Обычно в этом случае система быстрее определяет, где у вас находится принтер, и лучше его настроить. В результате, если вы все сделали правильно, мы можем нажать на кнопку «Пуск», вписать в поиски Windows «Принтеры и сканеры». Пишу на английском, но у вас, это, вероятно, будет на русском. И в этом списке должен отобразиться наш принтер. Если он в этом списке отобразился, значит, все настроено корректно, и мы можем переходить к третьей части этого видео. Это эксплуатация принтера на компьютере. Иногда, после установки драйвера, даже если драйвер определил ваш принтер, все вроде как настроилось успешно, принтер не отображается в этом списке, тогда достаточно просто перезагрузить ваш компьютер, и он там отобразится. Эксплуатация принтера. Самое основное, что нам потребуется, это, соответственно, печатать с этого принтера, и зачастую печатать с браузера нашего компьютера. Для этого мы переходим в браузер, либо мы нажимаем в случайное место правой кнопкой мыши, желательно в какое-нибудь место пустое, где нет ни картинок, ничего, и выбираем кнопочку «Печать», на же «Принт». У нас отображается специальное меню, в котором нам обычно ничего не нужно менять, кроме как нажать на кнопку «Принт». В некоторых ситуациях в поле «Destination», то есть устройство, мы не видим наше устройство, это может быть «Сохранить как PDF» или еще что-нибудь, или какое-то другое странное название, в общем, это может быть не наш принтер. Для этого мы нажимаем на эту кнопку, выбираем «Посмотреть больше», и здесь в этом списке уже должен быть наш принтер. Прошу обратить внимание, что иногда настраивается просто принтер, то есть в моем случае это «Brother DCP», и также параллельно с ним может настроиться «Brother DCP Fax». Так как факсом сейчас никто не пользуется, и «Факс» — это не про печать документов, в первую очередь, прошу вас обратить внимание, что вы выбрали именно обычную версию без приписки «Факс». Выбираем обычную версию нашего принтера, соответственно, мы можем выбрать количество копий, сколько мы хотим распечатать, количество страниц, цветность этой печати, и нажать на кнопку «Принт». Этого, в принципе, достаточно. Также все то же самое мы можем сделать с помощью комбинации клавиш. В данном случае это «Ctrl» плюс «P», отобразится то же самое меню. Зачастую это как раз удобнее, чем нажимать правой кнопкой мыши, потому что не всегда нажатие правильно воспринимает, что мы действительно хотим сделать. То есть если мы нажали правой кнопкой мыши на изображение, то кнопки печать не будет, потому что браузер подразумевает, что мы хотим что-то сделать конкретно с этим изображением. Поэтому приучите себя использовать именно клавиши «Ctrl» плюс «P». И отдельная часть этого блока эксплуатации это сканирование с принтера. Соответственно, если ваш принтер имеет сканер, то обычно к нему поставляется специальное программное обеспечение, с помощью которого мы можем с него сканировать. Обычно найти это программное обеспечение можно в поиске, вписав слово «Scan». Пишите это всегда на английском, на русском это никогда не находит. Если по запросу «Scan» не находит ничего отдельного, в моем случае он находит «Scan Document or Picture», это встроенное Windows-овское приложение, никак не связанное с нашим принтером. Соответственно, это не то. Так как мы не видим ничего похожего на типа «Brother Print», «Brother» в данном случае по той причине, что у меня принтер «Brother», мы тогда вписываем просто название нашего принтера, точнее его модели, и находим приложение от производителя. Открываем его. В случае с «Brother» система чуть более сложная, чем обычно. Здесь нам нужно открыть «Brother Utilities» и выбрать меню «Control Center». Тогда у нас откроется отдельное меню, в котором мы уже, соответственно, можем сканировать с нашего принтера, выбирая специальные настройки. Во всех этих меню, в частности, если у вас отображается много настроек, в первую очередь проверяйте разрешение, указанное вашим принтером. Минимальным стандартом является 300 DPI. То есть выбирать ниже не стоит. Можно выбирать больше, но не ниже 300, иначе качество будет слишком плохое, изображение будет слишком разуметое. И обратите внимание на размер документа. Так как мы живем в Европе, у нас размер обычно А4, но иногда по стандарту стоит что-нибудь типа «Letter», то есть письмо. Это американский стандарт, и при сканировании у вас изображение будет выглядеть как-то странно, то есть у него будет неправильная форма. Если вы замечаете эту проблему, тогда обратите внимание, выберите А4 в списке. Если ваш принтер имеет сканер, но по каким-то причинам у вас нету программы для сканирования, почему-то она не поставляется вашим производителем, вы не можете ее найти или вы не можете в ней разобраться, тогда универсальным методом является скачивание программы под названием NAPS 2. Называется она вот так. Мы вписываем в гугле просто NAPS 2, также переходим по первой ссылке, кнопка «Скачать», выбираем, куда сохранить файл, и устанавливаем программу. Ничего сложного нет. После этого, также в поиске, мы можем найти эту программу по запросу NAPS 2. Мы ее открываем. Здесь, в верхнем левом меню, нам необходимо нажать на кнопку «Профили», нажать на кнопку «Нью», тем самым создать новый профиль. Оставляем все как есть, нажимаем на кнопку «Выбрать устройство». Здесь должен отобразиться наш принтер. Если наш принтер здесь не отображается, тогда выбираем что-нибудь другое по типу «Twine Driver», и также ищем наш принтер. Если при всех вот этих трех пунктах, обычно их два, это «ВИА» или «Twine», вы не можете найти свой принтер, и при этом вы точно уверены, что он имеет сканер, тогда вернитесь обратно к поиску, впишите название вашего принтера в поиск, Canon MF645, также впишите драйвер, перейдите на сайт драйверов и постарайтесь найти конкретно драйвер под ваш сканер. То есть это может быть какой-то универсальный драйвер, как в этом случае с Canon, но иногда мы можем найти отдельный драйвер, который подразумевает работу со сканером. Обычно он называется либо «Сканер-драйвер», либо «Twine-драйвер», либо «ВИА-драйвер». Что-то похожее, вы всегда это можете найти. Устанавливаете отдельно конкретно этот сканер-драйвер, по возможности перезапускаете компьютер, и тогда в одной из этих вкладок должен отобразиться ваш сканер. Нажимаете «Ок». Также самое главное, обращайте внимание на размер страницы, потому что в НАПСе по стандарту всегда указан американский размер, он нам не нужен, нам нужно выбрать А4, и также разрешение, всегда по стандарту выбрано 100 dBi, это очень низкое разрешение, изображение всегда будет размытым, выбираете как минимум 300 dBi. Здесь список достаточно большой, вплоть до 4800 dBi, это не обозначает, что ваш принтер может работать с таким разрешением, максимальный порог моего принтера это 1200 dBi, поэтому просто берите это в расчет. После этого мы нажимаем «Ок». Если нам нужно тут же отсканировать, мы нажимаем на кнопочку «Скан», либо мы закрываем это окошко, и в следующий раз, когда мы будем открывать эту программу, мы можем сразу нажать на кнопку «Скан». И тогда, моментально, используя самый актуальный профиль, программа будет пытаться отсканировать документы. На этом тема о том, как настроить любой принтер на ваш компьютер, закончена. Используя эту инструкцию, вы сможете настроить, я думаю, вплоть до 100% всех существующих принтеров. Давайте немножко обобщим всю эту информацию. Первое, что нам нужно, это подключить наш принтер к компьютеру. Для этого существует три способа. USB кабель, Wi-Fi, или кабель Znet, подключение к вашему роутеру. После этого мы переходим к вашему компьютеру. Через модель вашего принтера в поисковике находим на него драйвера. Обычно это первая ссылка в гугле. Это первый файл, или файл с названием «Полный пакет комплектов, драйверов со всеми программами». Мы устанавливаем этот драйвер, указываем то, как наш принтер подключен. После этого проверяем, что он отобразился в списке принтера и скаймера. При необходимости в браузере в списке меню выбранных принтеров выбираем нужный нам принтер. И на этом все готово. Если нам нужно сканировать, мы пытаемся найти стандартную утилиту сканера. Обычно она называется либо «Скан» на английском, либо она может называться по модели нашего принтера. Это может быть «Кэнон» утилита, «Бразер» утилита, «Ксиракс» утилита. Если ее нет, тогда мы скачиваем «Напс 2» и настраиваем принтер через нее. Теперь переходим к дополнительному блоку. Это проблемы, ошибки и дополнительные функции, которые порой необходимо настроить на наших принтерах по той причине, что что-то на них работает не так. И первое, о чем я говорю, это термопринтера и настройка размера этикеток на них. Так как этикеток бывает большое множество, наш термопринтер нам нужно конкретно подстраивать под размер наших этикеток. Для этого мы переходим в «Пуск», «Поиск», «Принтеры и сканеры», пишите на русском. Находим наш термопринтер, нажимаем кнопку «Управление» и здесь выбираем «Printing preference», «Настройки печати». Нам нужны конкретные настройки печати. В настройках печати всегда отобразится пункт «Размер этикетки», где нам нужно указать либо в сантиметрах, либо в миллиметрах, размер этикетки, которые мы используем, и также отступы по краям. К сожалению, обычно этого недостаточно после того, как вы настроили размер этикетки в свойствах самого принтера. Если вам необходимо печатать этикетки через браузер, нам нужно перейти в браузер, также нажать «Ctrl-P», выбрать наш термопринтер, нажать на кнопку «Дополнительные настройки» или «Больше настроек», и здесь дополнительно указать поля. Обычно их нужно свести на минимум, либо какие-нибудь кастомные, то есть изменить их размер, чтобы наш штрих-код или какая-либо информация влазила в размеры нашей этикетки. И также убрать галочку «Headers and Footers», то есть верхние и нижние колонн-титулы. Это дополнительная информация по типу того IP вашего принтера, его модель и все тому прочее. Это никогда не требуется на этикетках, это занимает очень много места, и в целом я советую и на обычном принтере отключать это. Следующее. Иногда возникает проблема, что во время печати вместо нормального листа у вас вылезает лист, который поделен почему-то пополам и на одном его части одна информация, на другой другая. И я сейчас говорю не про то, что принтер печатает в формате двухстраничной печати, то есть на одной странице он печатает одно, на другую, на другую. Нет, он именно делит один лист пополам и давай на нем печатать разные вещи. Это обычно происходит у принтеров, кажется, Canon, у них есть функция «Экопечать», дескать, давайте мы сэкономим бумагу, но на самом деле получается какой-то кошмар. Для этого мы точно так же переходим в принтеры и сканеры, точно так же выбираем наш принтер, управление, настройки печати и там в настройках печати будет кнопка «Эк режим», которую нам нужно выключить. Обычно где-то отображается изображение с тем, как должен выглядеть ваш конечный лист, то есть, например, здесь у бразера мы можем это увидеть и там прямо-таки показано то, что лист будет делиться пополам и на одной половине будет печататься одна информация, на другой-другая. Соответственно, мы отключаем этот режим и наш принтер начинает печатать в нормальном режиме. Следующая распространенная проблема связана с тем, что во время печати перед каждыми листами принтер начинает печатать какой-то титульный лист с базовой информацией по типу модели этого принтера, как он подключен и что-то подобное. Чаще всего эта проблема встречается с принтерами модели «Ксерокс». Они любят воровать у нас бумагу и тонер. для этого нужно перейти к самому принтеру, найти кнопку настроек, перейти в настройки, в настройках печати. Есть функция печать титульного листа и, соответственно, ее нужно отключить. Через компьютер это сделать в большинстве ситуаций невозможно, особенно, если ваш принтер подключен по USB, то там в 95% в случаях это сделать невозможно. Проще и лучше всего это найти на самом принтере печать титульного листа, отключить ее. Тогда ваш принтер перестанет печать этот непонятный лист с непонятной информацией перед каждыми документами. Следующая распространенная проблема связана с тем, когда вы подключаете ваш принтер по Wi-Fi либо через кабель к роутеру. Заключается она в том, что принтер с периодичностью может менять свой IP-адрес и, соответственно, ваш компьютер перестает печатать. Вы уверены, что ваш компьютер подключен к вашей Wi-Fi сети. Вы уверены, что ваш принтер тоже подключен, но по каким-то причинам ни печать, ни сканирование не происходит. В данном случае нам нужно точно так же перейти в настройки управления принтером. Здесь вместо настройок печати нам нужно выбрать именно настройки самого принтера, перейти во вкладку порты, добавить новый порт, стандарт TCP IP, далее и указать IP-адрес нашего принтера. Найти IP-адрес нашего принтера обычно можно на самом принтере в настройках сети посмотреть IP-адрес или распечатать отчет о сетевой конфигурации. Если эта проблема происходит у вас часто, то тут нужно делать более комплексные меры, о которых я могу как-нибудь рассказать в другом видео. Следующая проблема в основном относится к принтерам от компании Xerox, но я уверен, что не только они это делают, и заключается она в том, что в принтере имеются две расходные детали. То есть у вас может быть черно-белый принтер, но у него будет две расходные части. У него будет тонер-картридж и у него будет блок переноса изображения. И обе эти детали со временем нужно менять. Просто тонер-картридж кончается обычно раза в три или в четыре быстрее, чем блок переноса изображения. То есть у людей перестают печатать принтер, они видят о том, что у них кончился картридж, сообщение, к примеру, на компьютере или сообщение на самом принтере. Они покупают новый тонер-картридж, они его ставят, а принтер со мной не печатает, он все равно пишет то, что у них закончился картридж, и они не могут понять, что происходит. Обычно в данном случае проблема заключается просто в том, что в вашем принтере помимо тонера картриджа есть блок переноса изображения, и это точно такая же расходная деталь, просто он кончается в несколько раз реже, чем обычный картридж. Точно так же вам нужно пойти в магазин, купить новый блок переноса изображения, поставить его, и на этом проблема будет решена. Как можно уточнить о том, есть ли у вас этот блок переноса изображения, или у вас только картридж, тут либо руководство пользователя, которое предлагает самим принтером, либо поискать в интернете, либо может быть спросить у консультанта, который вам этот принтер продал. Обычно эти ребята знают, одна там расходная деталь, или их две. Дополнительная проблема, которая возникает во время печати в браузере, с тем, что по каким-то причинам ваш принтер не печатает, или у вас в окне браузера начинают отображаться какие-то странные вещи, по типу того, что сохранить документ, или отправка факса, или всего этого и прочего. В целом я уже оговорился об этом в основной части этого видео, но повторюсь еще раз, когда вы нажимаете Ctrl-P, или выбираете печать через правую кнопку мыши, обратите внимание, что здесь выбрано правильное устройство, то есть здесь выбран конкретно ваш принтер, здесь выбрано не сохранить как PDF, по той причине, что если здесь выбрано сохранить как PDF, мы нажимаем Save, и вместо печати браузер нам просто предлагает сохранить эту страницу где-нибудь. И также обратите внимание, что у вас выбрана обычная версия вашего принтера без приписки факс, по той причине, что если мы выберем факс, то точно так же вместо печати он обычно начнет запрашивать информацию, по типу укажите номер, подключите факс к вашему принтеру, все это не то. Всегда удостоверяйтесь тем, что у вас в браузере выбран именно ваш принтер. Ну и заключительная проблема, или скорее просто особенность, если по каким-то причинам вам нужно поменять специфичные настройки на вашем принтере, и в таком случае ваш принтер запрашивает пароль администратора, к примеру, как это происходит с отключением печати титульного листа на Xerox, не всегда так очевидно, как найти этот пароль администратора. Существует три основных способа, как его найти. Первое, это просто вписать в интернете модель нашего принтера, опять-таки же, какой-нибудь Canon MF645, мы можем написать по-русски, это будет стандартный пароль администратора. Или все то же самое, мы можем писать на английском Standard Admin Password. Это на случай, если по-русски вам ничего корректного не находит, можете вписать Standard Admin Password. Как можно заметить, на английском нам тут же высветилась информация, от семерки до единицы, во время как на русском нам нужно было переходить по каким-то ссылкам, что-то искать, ну хотя вот, второй то же самое. Второй способ, если стандартный пароль, который вы нашли в интернете, не подходит, или вы его вообще, в принципе, не можете найти, в некоторых ситуациях стандартным паролем администратора является серийный номер принтера. Обычно именно тот серийный номер, который состоит исключительно из цифр. Попытайтесь ввести его. Ну и третье, в данном случае, если вы не можете найти стандартный пароль в интернете, если не подходит серийный номер принтера, тогда зачастую на самом принтере имеется специальная наклейка, на которой написано пароль, пассворд, пивиди, и, соответственно, указан какой-нибудь набор цифр и букв, которые являются стандартным паролем для конкретного вашего принтера. Также иногда можно попытаться ввести пустой пароль, то есть, к примеру, указать пользователь админ на английском и не вводить пароль. Иногда это тоже работает, но очень редко. Обычно 99% всех паролей находятся именно этими тремя способами. Интернет, серийный номер принтера, либо отдельная наклейка. На этом вся эта инструкция о том, как настраивать эти принтеры, закончена. Я искренне надеюсь, что это видео оказалось вам полезным, и оно поможет вам в будущем настройки ваших принтеров, или принтеров для вашей компании, или для вашей бабушки, или для каких-то родственников. Я буду искренне благодарен, если вы напишите какую-то информацию в комментариях по типу этого видео. Может быть, я забыл уточнить какие-то аспекты, или, может быть, вы просто хотите высказать мне благодарность, мне всегда приятно это читать. А также, если вы поставите лайк под это видео и подпишитесь на мой канал. А на этом все. До встречи в следующем видео.